А теперь к минусам. Самый большой знаете какой? Это дикое, неистовое, дурацкое, совершенно никому не нужное. Здравствуйте, с вами Аполлинария Гордиенко. И недавно я записала видео про то, как на самом деле прошел референдум 2014 в Крыму. Я там даже бюллетень показала и рассказала о провокациях. Вы видели этот ролик? Нет? Тогда вот здесь в подсказках и внизу под видео оставляю на него ссылку. Нажимайте смотреть. А сегодня я расскажу про все плюсы и минусы, которые я, крымчанка, выявила за 5 лет. Уверена, что такой информации у других блогеров вы не видели. Информация будет уникальная, поэтому подписка, лайк, колокольчик и поехали! Россия признала все дипломы и трудовые книжки крымчан. Это полное принятие уровня образования и трудового стажа, полученного вообще в другом государстве. Это плюс. Заставили подучиться, переаттестоваться, повысить квалификацию людей только определенных профессий. Медработников, педагогов, а также силовые структуры. Когда в Крым после 2014 года поехали искушенные зарубежными курортами россияне, уровень сервиса на полуострове стал заметно подниматься. А раньше отдыхающих кормили чем попало, да и селили в такие убогие сабдеповские клоповники. Выросли заработные платы. Это плюс. А как же повышение цен, скажете вы, на что я обычно отвечаю? Что несмотря на то, что цены стали выше, зазор между доходами и расходами все равно есть. И он в положительную сторону. Больше никаких птичьих, свиных, коровьев или еще каких-нибудь гриппов, которые в Украине вспыхивали и вспыхивают каждую зиму, вырос уровень жизни, так как в России он всегда был выше, чем на Украине. Больше нет дурацких всеми так ненавидимых переводов часов весной, осенью. Медицина. В РФ есть страховой полис ОМС, по которому можно получить практически любую медицинскую помощь бесплатно. Даже если вы не работаете. Приятным открытием стало то, что можно теперь получать даже высокотехнологичные, дорогостоящие медицинские услуги. И количество таких услуг не ограничено. Только вдумайтесь. Можно получить услугу, к примеру, 200 тысяч рублей бесплатно. Здесь же кроется жирный минус. Иногда помощь по полису оказывают спустя рукава. Медучреждение получает деньги от страховой компании, но не оказывает услугу должным образом. Могут прямым текстом сказать. Вы по ОМС? Тогда кромсаем? Или нормально делаем? Значительно выросли заработные платы у медицинских работников, сотрудников полиции, педагогов, ФСБ, ФСО, военных. То есть у всех тех людей, которые проходят службу в сложных условиях с повышенным стрессом. Цены на бензин в сравнении с тем, что раньше было при Украине, сейчас ниже. Проезд в общественном транспорте тоже ниже. А также выросла покупательская способность на автомобили. Автомобили стали дешевле на российском рынке. Теперь в семье может быть 2-3 автомобиля, хотя раньше или вообще не было, или был один. Крымчане наконец-то стали больше путешествовать и бывать в интересных местах. Говорить про Крымский мост, аэропорт, обалденную трассу Таврида, вообще излишнее. То тут, то там начинаются проекты по ФЦП. Ремонтируют набережные, музеи, причалы и так далее. Инфраструктура развивается, это плюс. Крымчане теперь празднуют только один Новый год в году. А раньше нам приходилось встречать сначала Новый год по Москве, как все семьи обычно делали, это принято так было. А уже в 12 часов встречали по местному времени. В целом в Крыму развивается спорт. Ремонтируются спортивные объекты. В Крым приходят инвестиции. Регион развивается, действительно. А теперь к минусам. Самый большой знаете какой? Это дикая, неистовая, дурацкая, совершенно никому не нужная бюрократия. Получи справку, сделай справку, переделай справку, чтобы получить справку. Потом пойди, получи справку, и тогда тебе выдадут справку. Ну кому это нужно? Это ужас! Если раньше, вот у меня на работе, за год была, например, одна папка, вот такая, сегрегатор входящих, исходящих писем, за год, то теперь вот это количество может набежать за один месяц. Кому оно нужно? И это при том, что в России якобы электронный документооборот. Эта бюрократия заставляет людей вместо работы и нужных каких-то действий заниматься отписками. Отписка, отписка, отписка. В итоге человек, выжатый лимон, работа не сделана. Зато все бумажки подшиты. В любом учреждении куча таблиц, отчетов, справок, бумаг, талончиков. Наши люди хватаются за голову. Раньше у нас было одно международное водительское удостоверение. Теперь же говорят, что права придется менять раз в 10 лет. Еще и при каждой замене пересдавать полностью экзамены. Минус. Много налогов. Причем некоторые необоснованные. Вот, к примеру, у нас в семье две машины. За одну мы налог платим 260 рублей, а за другую уже за этот год надо будет повышенный заплатить 24 тысячи рублей. Ни за что. Вообще ни за что. Непонятно, как это считается. Минус. Санкции. В Крыму нет карточек Visa и MasterCard, чтобы кто-то нам перечислил деньги. Либо мы перечислили деньги за какой-то товар в интернете. Мы придумываем кучу схем. Чтобы получить загранник, нужно ехать на материк, который здесь ты получишь, он не считается. Нельзя подключить монетизацию на YouTube. Нет возможности воспользоваться международной системой оплаты PayPal. Ну, конечно, крымчане уже научились обходить эти схемы. И даже крымчане заказывают товары с Алиэкспресс, что раньше было нельзя. Но, тем не менее, сложности есть с этим. Даже сейчас в Крыму не прекратились возводиться заборы. С больницами, поликлиниками, станциями скорой помощи в небольших населенных пунктах Беда. Их сокращают, угнетают, урезают. Хотя население теперь в Крыму больше и нагрузка выросла. Что-то творится не очень хорошее. И на медицине это сказывается плохо. Все вот эти плюсы и минусы пришли мне в голову, когда я утром готовилась к этому видео. Если я что-то забыла, напишите, пожалуйста, в комментариях. Можете задать вопросы относительно какого-то пункта. Я обязательно отвечу. И, конечно, лайк, подписка, колокольчик. И до новых встреч!